Добрый день, друзья мои! Меня зовут Юля, и сегодня мы с вами будем говорить о том, как можно снять качественное фото на ваш телефон. Первое и главное – фотографии свет. И от того, какую световую схему вы выберете, будет зависеть качество вашего фото. Давайте разберем это подробнее. Самый лучший свет для фотографии – это так называемый «золотой час». Это время примерно за час-полтора до захода солнца. В идеале выберите окно, выходящее на запад. Тогда это будет не только хороший свет, но здесь можно поиграть с лучами заходящего солнца и сделать совсем крутые трендовые фотографии. Если у вас небольшая предметка, украшение и да, мелкая посуда, снимайте прямо на подоконнике. Это совсем просто. Если возможности снять на подоконнике нет, например, у вас слишком узкий или еще какая-нибудь проблема, давайте рассмотрим основную световую схему в комнате. И начнем с самой комнаты. Самый плохой, а скорее вообще неприемлемый вариант – ставить предмет прямо напротив окна. Самый удачный – размещать его под косыми лучами закатного солнца, в моем случае это будет справа от окна. Еще одно важное правило в световой схеме – все предметы рефлексируют, то есть их поверхность будет отражать окружающие цвета. И именно поэтому лучше всего снимать в комнате с белыми стенами. Если такой возможности нет, соорудите себе мини-фотокомнату или соутбокс. Сейчас есть много легких, прочных отражающих материалов, как, например, вот эта подложка, купленная в передвижнике. Ее мы используем уже несколько лет для самых разных съемок. Ее же можно использовать и как столешницу. Но в связи с тем, что снимаю я много, у меня есть вот такая бюджетная столешница из Икеи. Сооружаем наш самодельный софтбокс и можно выставлять предметы. Еще один важный элемент – это отражатель. Чтобы не заморачиваться со специальным фотооборудованием, я сделал вот такую легкую штуку. Это обычный кусок картона, оклеенный металлическим скотчем, серебряным с одной стороны и золотым с другой. Отражаем свет из окна, мы можем получить вот такую чудную картинку. Ну и, пожалуй, последнее про свет. Если вы, как фотограф, находитесь недалеко от снимаемых предметов, наденьте что-нибудь белое. Лишние цветные рефлексы от вашей одежды вполне способны ухудшить вашу фотографию. Теперь перейдем ко второй главной составляющей фотографии – это композиция, или то, как именно ваш предмет расположен в кадре. И тут надо сказать следующее. Камеры всех телефонов, в том числе и айфонов, дают большую глубину резкости. Это значит, что и близкие, и далекие предметы на фотографии будут видны одинаково хорошо. И это нехорошо для фронтальной съемки. Просто потому, что глаз человека видит планами. Передний – более резкий, задний – более размытый. Вот почему довольно просто отличить фотографию, сделанную на хорошую камеру, от фотографии, сделанной на телефон. Но это правило становится неважным, когда мы снимаем флэтлей, или раскладку, как говорят в нашем русскоязычном интернете. У меня есть подробное видео о композиции во флэтлеях, посмотрите его, и думаю, вам будет легко определиться с тем, что вы хотите получить. Сегодня ситуация с композицией предельно упрощена, в тренде минимализм, поэтому композиция нашей съемки будет довольно проста – только фон и предмет. Но, чтобы она не была скучной, мы внесем в нее обязательно геометрический элемент. Это могут быть солнечные лучи, складки от салфетки, форму и текстуру предметов фона. Именно они будут создавать вкус нашей фотографии. Вот, пожалуй, вся премудрость. Если вы выполните этот несложный перечень условий, то получите простые и замечательные фотографии, которые можно использовать прямо в таком виде. Если же вам хочется дополнительной обработки, то могу порекомендовать одно простое бесплатное приложение. Называется Snapseed. Не знаю, как правильно. Вот такой зеленый значок. Мы его скачиваем, открываем фото и начинаем редактировать. Оно полностью переведено на русский, так что проблем быть не должно. Говоря об обработке, мы можем выбрать для нашей фотографии готовые фильтры. Но мы можем откорректировать и фронтальную фотографию, если добавим на нее фильтр размытия. Ну вот давайте посмотрим вот такую фронтальную фоточку и откорректируем ее. Будем редактировать вручную, войдя во вкладку инструменты. Начнем с того, что выравниваем фото, выбирая функцию поворот. Он автоматически поставит фотографию ровно по горизонтали. Теперь добавим то самое размытие. Будем менять его интенсивность до нужных размеров. Теперь добавим виньетку, придавая фотографии еще больше объем. Можем добавить зерно, но это уже совсем на любителя. Хотя, по-моему, сегодня это очень круто смотрится. Немного увеличим яркость. Подправим баланс белого. И теперь можно добавлять подпись. Кликаем двойным кликом. Печатаем текст. Теперь нам надо сохранить ее в фотопоток и можно выкладывать. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Творите, снимайте и будьте счастливы. Увидимся. Пока.